Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и стала искать дорогу домой, да не нашла, а пришла в лесу к домику. Дверь была отворена. Она посмотрела в дверь, видит, в домике никого нет, и вошла. В домике этом жили три медведя. Один медведь был отец, звали его Михаил Иванович, он был большой и лохматый. Другой была медведица. Она была поменьше, и звали ее Настасья Петровна. Третий был маленький медвежонок, и звали его Мишутка. Медведей не было дома, они ушли гулять по лесу. В домике было две комнаты, одна столовая, другая спальня. Девочка вошла в столовую и увидела на столе три чашки с похлебкой. Первая чашка очень большая была Михаила Ивановичева. Вторая чашка поменьше была Настасья Петровнина, а третья синенькая чашечка была Мишуткина. Подле каждой чашки лежала ложка — большая, средняя и маленькая. Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой большой чашки. Потом взяла среднюю ложку и похлебала из средней чашки. А потом взяла маленькую ложечку и похлебала из синенькой чашечки. И Мишуткина похлебка ей показалась лучше всех. Девочка захотела сесть и видит у стола три стула. Один большой, Михаила Ивановича, другой поменьше, Настасьи Петровнин, а третий маленький, с синенькой подушечкой, Мишуткин. Она полезла на большой стул и упала. Потом села на средний стул, на нем было неловко. Потом села на маленький стульчик и засмеялась. Так было хорошо. Она взяла синенькую чашечку на колени и стала есть. Поела всю похлебку и стала качаться на стуле. Стульчик проломился, и она упала на пол. Она встала, подняла стульчик и пошла в другую горницу. Там стояли три кровати. Одна большая, Михаила Ивановича, другая средняя, Настасья Петровнина, а третья маленькая, Мишенькина. Девочка легла в большую. Ей было слишком просторно. Легла в среднюю. Было слишком высоко. Легла в маленькую. Кроватка пришлась ей как раз в пору, и она заснула. А медведи пришли домой голодные и захотели обедать. Большой медведь взял чашку, взглянул и заревел страшным голосом. «Кто хлебал в моей чашке?» Настасья Петровна посмотрела на свою чашку и зарычала не так громко. «Кто хлебал в моей чашке?» А Мишутка увидел свою пустую чашечку и запищал тоненьким голосом. «Кто хлебал в моей чашке и все выхлебал?» Михаил Иванович взглянул на свой стул и зарычал страшным голосом. «Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места?» Настасья Петровна взглянула на свой стул и зарычала не так громко. «Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места?» Мишутка взглянул на свой сломанный стульчик и пропищал. «Кто сидел на моем стуле и сломал его?» Медведи пошли в другую горницу. «Кто ложился в мою постель и смял ее?» Заревел Михаил Иванович страшным голосом. «Кто ложился в мою постель и смял ее?» Зарычала Настасья Петровна. Не так громко. Мамишенька подставил скамеечку, полез на свою кроватку и запищал тонким голосом. «Кто ложился в мою постель?» И вдруг он увидел девочку и завизжал так, как будто его режут. «Вот она! Держи! Вот она! Ай-яй-яй! Держи!» Он хотел ее укусить. Девочка открыла глаза, увидела медведя и бросилась к окну. Оно было открыто. Она выскочила в окно и убежала. И медведи не догнали ее. Оно было открыто. «Воway» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова